Привет, родные, дорогие, красивые, возможно, добрые и, скорее всего, очень умные люди. С вами Радик, и, как вы поняли, я сегодня в кепке. Просто не стал сегодня укладываться, подумал, ладно, как бы давно меня смотрят, скорее всего, поймут. Сейчас потом буду снимать следующий ролик, просто возьму так, оп, лук переверну, все, как бы, другой наряд, другой ролик, все окей. Это как в жизни, не хочешь стирать футболку, просто выверни ее в другую сторону и пошел. Хотя вонять будет, а кому как, для кого-то не воняет. Ладно, теперь серьезно, как вы поняли, сегодня смотрим обмен с женами, просто сделали опрос небольшой в телеге, обмен с женами выиграли. Следующий ролик будет у нас битва шефов, кто-то скажет, что наконец-то дождались. Ну вот, подождите еще день или два, и выйдет битва шефов на те ролики, которые именно есть на ютубе. Играл с разными форматами до этого, они особо мне не заходили, и от плохих комментариев до очень хороших комментариев поддержки. Большое спасибо вам за это, и за конструктивную критику. Тут просто в поисках нового все время, знаете, как происходит, ты просто летишь к какому-то свету. Это как с светлячками, ты летишь к свету, подлетаешь и перегораешь. Просто в какой-то момент ты не замечаешь, что ты и есть свет. Поэтому, смотрите, чтобы главное не перегореть в этой жизни, помните, что у вас есть свет, и вы его несете. Не обязательно кто-то стремится. Просто послушайте себя и сделайте выводы, как я. Ошибаться нормально, пробовать что-то новое нормально. Не всегда будет все хорошо. Но если все время знать себе цену, любить себя, уважать своих друзей и понимать, что они вас тоже уважают, соответственно, взаимно те качества, в которых у вас есть, а я уверен, что большая часть людей, которые у меня смотрят, с кем я пересекаюсь, это потрясающие люди. Я каждый раз этим сталкиваюсь, я не знаю. Есть даже человек, которым я часто пересекаюсь по выходным. Это Стас из профсоюза. Я каждый раз его вижу, думаю, блин, какой классный просто мужик. Реально потрясающий человек. Короче, люблю свою аудиторию, уважаю вас тех, с кем знакомлюсь. Вообще, в целом, наслаждайтесь роликом. Сегодня мы на таком легком вайбе, без кринжа, посмотрим обмен с женами. Надеюсь, вам зайдет. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь в телегу, оставляйте свои комментарии там. И, в целом, наслаждайтесь собой. Поехали. Все знают крылатую фразу «Тамбовский волк тебе, товарищ». Но где находится сам знаменитый город, ответят не сразу. В Тамбове. В Тамбове. В Тамбовской области. Я шарю. Да все шарят, если так отвечать. ...ложился Тамбов в 500 километрах от столицы. Историческими памятниками... Ну, ты тоже, на самом деле, ответил, ты как размыто. В какую сторону доехать? ...город небогат, зато его обитатели вызывают куда больше интерес. Знакомьтесь, семья Лангауэр, владелец барбершопа Михаил, его супруга и специалист по здоровому питанию Иоланта, и их сыновья – 13-летний Эрнест и трехлетний Тихо. Мы странная семейка. Про нас так говорят. Ну, что я могу сказать про хозяина барбершопа? Ну, он как сапожник, только без сапог. В маленьких сапожках такие давайте, которые они стерлись сильно. Долбанутые. Ты помнишь, где наш с тобой дуб, около которого надо энергию заряжать? Вон он, смотри, самый большой стоит. Мы стараемся каждый выходной выезжать на природу. Мы ездим в лес, там взаимодействуем с деревьями. Давайте. То есть в Тамбове есть семья, которая ездит по выходным на природу не на шашлыки, а пятером пообниматься с деревом. Может, надо попробовать? Тоже. Всей семьей зарядимся. Я верю в законы Вселенной. Есть энергия, которую можно генерить. Не с родными деревьями какой-то. Получать, увеличивать. И вот мы заряжаемся от земли. Скажем спасибо дереву. Спасибо дереву за силы. Скажи мне за силы. Чего я спасибо за силы? Нестандартный подход к образу жизни распространился в том числе и на жилище. Семьи Лангавер. У них дупло, скорее всего. Они живут, там гнездо, там палочки собирают, листики кладут. А потом, как ребенок вырастет, они же, получается, выталкивают его оттуда. Изначально хотели куполообразный дом. Он выделяет положительную энергию. Мы, наверное, на этом и сошлись. На ментальных вот этих мистических вещах. Я прям чувствую, что я с этим человеком в прошлых жизнях уже. Это его бывшие тогда, получается, наверное. Она все-таки его увела. Сказала, ну что ты все-таки, с бревном ты будешь лежать в одной кровати. Неудобно будет. Не согреет. Хотя согреет. О чем я? Ценую свою жизнь. Была знакома. То ли это знакомство в прошлой жизни помогло, то ли удачное стечение обстоятельств, но у пары не только прочная духовная связь, но и стабильные финансовые потоки. У нас еще есть семейный бизнес – барбершоп. Я себя позиционирую как барбершеф. То, чем я занимаюсь, это мое любимое дело. Я 11 лет в профессии. Я управляю в основном этим бизнесом. Я вырабатываю стратегию, а Миша делает. Гручь, Миша – мои руки. Я – голова. К семье. Ну, это удобно вообще. Когда за тебя все делает человек, а ты говоришь, я управляющий все это делал. Так. Пока в Тамбове бизнес, стратегии идут рука об руку с духовным развитием. Хотя я выпендриваюсь, а в самом деле эти и те процессы важны. Потому что есть реально талантливые люди с руками, но они не умеют использовать свой талант или даже свои умения, скажем так, скилл именно в развитии своего бизнеса или в развитии своего дела, скажем. Поэтому, когда люди такие пересекаются, если они в браке, то вообще нормально. В Москве жизнь кипит на высоких скоростях. Здесь, в двухкомнатной квартире на юге столицы, живет семья Смирновых. Сын Панасенко или Панасенко в молодости? Дмитрий Мэнджер. Ну, нет, я думаю, Панасенко с молодости знал о своих предпочтениях. В химической промышленности его жена Ольга – домохозяйка. И их дети – восьмилетний Владислав и четырехлетний Мирослав. Дружная, спокойная. Иногда даже очень спокойная и скучная семья. Мы просто делаем все для детей. Твои ролики – это твои ролики. Я так и не научился кататься на роликах. Ты вечно на работе. Я тебя научу. Мы познакомились. Это был служебный роман. Там, где я работал, пришла студентка-практиканка. 19 лет. Которая с самого начала меня заинтересовала. В начале наших отношений он был романтичным. Мог спонтанно приехать, оставить возле двери охапку роз. С рождения второго сына у нас изменились эти романтические отношения. Появилось их отсутствие. У нас постоянно рутина. У него работа, у меня дети. Мама тебя забила. Вообще, я хочу выйти на работу. Отстраниться немножко от этого быта. Но так как у нас Мирослав не в саду, а бабушки, дедушки у нас далеко. Поэтому пока так. И чтобы отвлечься от быта, я начала делать букеты из конфет, которые тоже приносят какой-то доход. А так хочется уже от мужа получить букет. Давно не получила. В семье Лангауэр все бытовые вопросы лежат на няне и домработнице. Но в бизнесе Иоланта никому не готова делегировать полномочия. И помимо барбершопа мужа, развивает собственное дело в сфере здорового питания. Если вы думали, что я не понял, что она была в четырех свадьбах, я ее вспомнил сразу. Просто ждал момент. Видимо, тот самый. В момент я очень много чем занималась. Было очень много там моих броу-баров, школа, пекарни. Чего только не было. Я просто знаю, как заработать деньги. И мне без разницы, что это будет. Барбершоп, ресторан. Ну, короче, мне без разницы. Привет. Расскажи, что у тебя... Считай, что это Камри одна из лучших в этом кружеве. Вижу рост не очень большой в этом месте. Жить с Ланой сложновато. Постоянное беспокойство. Она тут, она там. Я хочу это, я хочу то. Мне нужно туда, мне нужно сюда. Это бесит. Хоть Михаил и негодует от чрезмерной активности жилы, Иоланта успевает наводить свои порядки и в бизнесе, и в семье. Иолану авторитарно. Она пытается все время сделать так, чтобы было всегда по ее. Че будешь? Че-то курицу хочу. Это мясо. Лучше заказать нормальную еду. Вегетарианство – это мой выбор за себя и за свою семью. Мы просто не едим. Сара или ты решаешь, что ты вообще замужа, если он хочет курицу? Вегетарианство – это твой выбор в первую очередь, а не его. И че за бред вообще? Я вот с такими людьми не могу общаться, когда они четко продвигают свои линии о том, что я не буду с тобой разговаривать, потому что ты ешь мясо. Извините, пожалуйста, у нас разные позиции, разные вкусы. Им красное мясо, курицу. Я знаю, что для них это будет лучше, потому что они редко болеют. Она меня убедила сесть на новое питание. Я не против. Почему нет? Я экспериментатор. Ну, одно дело экспериментировать, но здоровьем рисковать зачем? Я просто не знаю разницу между веганством, вегетарианством. И, если честно, мне вообще не интересно. Недавно у меня выпала статья о том, что какой-то российский девушка-блогер умерла от веганства. Якобы не умерли проблемы со здоровьем, жесткая дистрофия и так далее. Кто-то, наоборот, утверждает о том, что это улучшает здоровье. Я считаю, что должно быть все максимально в меру. Киоланты захватили не только желудки родных. Общаться с ними она предпочитает тоже в генеральской манере. Слушай, можешь мне отдать телефон? Да, капитан. Приказываю, не стесняйся. Я напрягаюсь очень сильно, когда она не включает начальника. Ну, блин, тёлка с яйцами. Я бы хотел сделать её немножко мягче. Пока в Тамбове семья Лангауэр мирится с командным тоном Иоланты, в Москве Ольга не прочь хотя бы услышать голос мужа. Муж наработит целыми днями. Всё делаю я. Кушать готовлю, убираю, стираю. С детьми уроки, всё, всё на мне. Ну что, сын Ольга, там заканчиваешь уже? Да. Тебе ещё надо окружающий мир и английский. Даже вернувшись там... Окружающий мир надо изучать в дворе. Ночью, одному. Даже в 12 лет. Только узнаешь. Ой, Дмитрий не спешит в тёплое объятие жены. У него в доме пригрето другое место. Дим, посмотри. Честно, уважаю, респектую за выбор данного контента. У парня точно есть вкус. Нашла горящий тур в Испанию. На двоих. Хорошая цена. Хорошая цена, но мне похуй. На хорошие. Ну ты подумаешь? Ну да, да. Мне хочется о Диме больше поступков неожиданных. Мне жить с ним стало скучно. Я стараюсь хорошо выглядеть и заинтересовывать своего мужа. Адюшка, я хорошо выглядываю. Но все мои романтические порывы заканчиваются печально. Дима, ну как у тебя, жена? Нормально. Ну, может, сходили бы куда-нибудь? Мы с тобой вообще никуда не ходим. Погода какая-то не очень сегодня. Основная проблема в том, что чувства угасли у меня. Тяжело находить романтические нотки, которые просто исчезли. Значит, я оставляю тебе детей, а сама иду гулять. Ему реально по барабану охренеть. То есть жена ушла, пришла, оделась красиво. Она все делала для нее. Блин, ну это вообще, это самое страшное. То есть он даже навстречу не идет. Вот. Поглотила и это. Завтра она придет с мужиком, и она такая, ну, Дима, я пришла. Или как там, неважно, я уже пришла с мужчиной. Она такая, ну, мастер-шеф. Тупик. Если сейчас не перезагрузить наши отношения, то до развода дело дойдет. Но я не хотела бы, чтобы мы расставались, у нас дети. Пока в Москве Ольга борется за внимание собственного мужа, в Тамбове Иоланта не против стать невидимкой для своего. Может, ты сядешь и поедешь это в телефоне? Ну, сейчас, ты, сейчас я подойду, вот сейчас. Сейчас я отвечу. Я хочу жить тихой, спокойной жизнью. Когда ты приходишь домой, когда у тебя жена не где-то там задерживается, куда-то опаздывает, а когда дома тебя ждет твоя женщина. Все, спасибо. Ты ужинаешь? Миша, слышишь, блин, что ты говоришь мне? Ну, извините, рябчиков сегодня не настреляло. Для меня рутина это просто сложно. Я много чем увлекаюсь, я много чего делаю. Я реально боюсь, что мне Миша станет неинтересен. Я хочу, чтобы он тоже делал что-то, чтобы расти во всех направлениях. Смогут ли Иоланта и Ольга навести порядок в семьях друг друга, покажет неделю. Они едят яйца, это же дети курицы. Как она может себе это позволить? Ладно, моя бабушка кормит куриц вареными яичками. Я думаю, для них это полезно. Такой ужас. Для обмена жены самое время собирать чемоданы. Под эту длинную портку я тут ничего не понимаю. Блин, Миша, ты как меня уже далишь. Хотел бы, чтобы Иолана поняла, что не все можно решить силой власти, что партнерство важнее. Давайте, помогайте, Ман, чемодан застег. О, что-то папа нам и сильно помогает. Я бы хотела, когда я вернусь, чтобы мой муж был более внимательным, романтичным. Может, новая жена попробует изменить в Диме то, что у меня не поможет. Но когда его не раскрыли особо, я бы хотел побольше информации. Он просто, мы же понимаем прекрасно, что это шоу, возможно, что-то показал эмоцию о том, что ему все равно. Она же никуда не пошла, она просто ушла в спальню и сожила свое платье в чемодан. Получается, наверное, уже лет 10. Вот если бы она бухая завалилась на коленях с потертыми коленочками, вот это бы я вот... Вот это любопытно. Все, бегем. Ну, с Богом. Фух. Начинается волнение. Впервые оставляю детей так надолго. Больше всего боюсь маму безответствовать. Я прям переживаю, то, что всем я занимаюсь и не знаю, что это какая-то там справиться. Ой, блин. Хотелось бы, конечно, чтобы это были теплые края. Не хотелось бы воркуту. Блин, на самом деле я волнуюсь. Тамбов. О, это интересно. Тамбов, Москва. В целом, мне кажется, что нормально все будет. Хорошее настроение – залог успешного путешествия. Ночь в поезде, и вот она – новая жизнь. Ой, тамбов, поднимай, гости. Доехала хорошо. Я уже даже ничего не жду. И я знаю, что если буду думать, то надумаю много. О, а он не затащится. Очень, конечно, волнительно. Я думаю, что там будут дети, возможно, девочки. Испытания для меня, как маме двоих сыновей. В Москве я часто бываю. Слишком часто, я бы сказала. Настолько, насколько прям мне не хотелось бы сезать. О, мы выехали за Тамбов. Значит, все-таки область. Я думаю, что я еду в дом, огород, хозяйство. Я уже представлю. Дети, наконец, пельмени поедят. Ай, красота! Там будет самый плохой. Я муж, алкаш, курящий в квартире. Много животных, шерсти. Я думаю, что это будет обычная семья, как и мы. Там только одна шерсть. Мушка. Эклазивного. Сколько ни фантазируй, а с реальностью придется столкнуться. И прямо сейчас. Красивые дома. Отправляюсь на поиски нового дома. Так, ну, дальше уже не такие дома. Вид все более печальный. Подскажите, пожалуйста, 30-й дом где? Вот это. Вот это? Это что, вот эта постройка? Боже, неужели это этот дом? Это домом назвать сложно. Похоже не то на улья, не то на юрту. Ну, хорошо, что ты не хоть сказала две сиськи. Нормальный домик, хорошенький. Две комнаты там, получается, есть. Здесь можно жить. А ну, посмотрим, что там. Так сказать, грудь Тамбова. И дома? Так. Хоть бы не подошел, хоть бы не подошел. Фух. Подошел. В таком доме я еще не жила. Так порадуюсь, интересно, может быть, был. Такого дома он приятно не ожидал. А как отреагирует Иоланта на непривычные для себя четыре стены в типичной многоэтажке? Как я и думала, что буду жить в квартире. Посмотрим, что там. Я не люблю жить в квартире. Они не могут быть приятными. Они всегда дискомфортные. Потому что там есть соседи. Лестничные клетки. Как будто нет пространства. Вот у вас нет двора, просто в поле стоите. Вокруг другие дома огораживают вас. Подскажите, какой этаж? Это на 12 этаже. А вы кто? Жена по обмену. А на долгого? Как понравится. Наверное, много детей. И маленьких, видимо, тоже. Запах очень старых квартир. Даже у бабушки так уже не пахнет. Я увидела самый ужасный вариант, который мог бы быть. Квартир, где... Моя любимая чужая женщина в чужом доме. Ну, очень давно не делался ремонт. Ну, и запах сразу такой свежавшихся вещей. Отвечаю, я уж такое не видела очень давно. Я просто ненавижу. Что у них за сборник хлам? Она же домохозяйка, дома сидит с детьми. Я вижу вообще старые вещи, и я все выкидываю из дома. Ну, я не думаю, что она обязана что-то делать. Просто, казалось бы, должно быть чуть-чуть поаккуратнее. А это чисто как у моей бабушки было в 98-м. Красивые цветы. Сервис, наверное, как раз и от бабушки и достался. Бумажные такие поделочки. Это, видимо, женщина, которая здесь живет. Она такая рукодельная. Вот такой он новый дом. Крыша. У меня, наверное, сейчас будет потеря сознания того, что вау, что-то все на современном. С видом на небо. Зачем? Такие потолки классные. Среди кухни. Тут очень интересные люди проживают, я думаю. Я боюсь, что такое нестандартное решение в выборе дома может быть у людей со странными особенностями. Это настораживает. Она из прошлого, блядь. Что с ней не так? Вот и детки как раз. А, это два мальчика. Лучше бы были девочки. Потому что с мальчиками я наигралась уже. Девушка. Приятная блондинка. Такая мама, как бы домашняя. То, что прям вот хочется. Мужем. Хотя, почему он, получается, в нее влюбился? Он тогда достаточно взрослый. Может быть, искал себе какую-то милфу. А тут нашел молодую девочку со старыми взглядами. Не подкопать. Кажется, пусть он недельку. Возрадует. Это, наверное, супружеская комната. Карта мира. Значит, люди путешествуют. О, так, это шкаф. Порядка нет. О, какое интересное. С пистолетом. Мама вооружена и опасна. Явно то, что, наверное, нужно моему мужу для контраста. Материалы, цвета странные какие-то. Все такое, как бы, безвкусное. Ну а-ля 90-е. И там тоже много всяких вещей, которыми никто не пользуется. Говорят, москвичи все знают. На шаг впереди моды. Какой? Игрушек очень много. Ну, короче, я, честно, считаю, что игрушек не должно быть много. Потому что они просто лежат, копят пылищу. Это хлам. Я все выкидываю, без жалости. Вот это тоже все хлам. Потому что если люди этим не пользуются, оно там лежит, значит, это можно выкинуть. Конечно, сделайте ревизию дома. У вас там два пацана уже взрослых. Куда столько мягких игрушек? Отдайте, раздайте, сожгите. Очень много вещей, которые забирают просто энергию. Я вообще офигела. На забитой антресоли все распихано. Квартира захламлена. Как будто здесь приехали цыгане и сложили все свои. Да нет, нет, это бабушка здесь живет. Реально, которая ничего не выкидывает. Такая, так это пригодится. Это туда, это сюда. Нужные вещи. Судя по всему, это детская. Как-то маловато игрушек. Может, воспитывают солдат строго. У меня мальчишки... Твои, видимо, спят просто в тигрятах. Они не смогли жить в такой детской, мне кажется. Игрушек нет, зато пространства много. Чего не скажешь о московской квартире. Очень мало места. Не знаю, как они здесь живут. Кто-то из детей спит с родителями. Даже если они не спят тут, то они спят тут. И у них нет никакой личной жизни. Либо она очень насыщенная в других местах. Пойду смотреть в кухню. Реально, как неудобно. Квартира такая большая. И как-то все. Никакой логистики нет. Ничего. Меня вот это больше всего пугает. Я думаю, люди из однушки делают потрясающие какие-то выгодные штуки. Там много боксов, куда все разложить. Много чего, хлама выкидывать. И здесь реально просто синдром пенсионера. Я так и думала, что кухня небольшая. Ой, птички есть. Что это? Посудомоечная машина, но которая, видимо, не очень работает. То есть у меня даже нет ручек. Это микроволновка. Нелли. Я поняла, что это просто... Это прям маленькая судомоечная машинка просто для двух чашечек. Ну, для антуража. У нас нет дома микроволновки. И вообще у меня дома никто не ест разогретую еду. Это, наверное... Тут у тебя дома там никто не... Там можно холодное авокадо просто есть, яблоки и все. Для меня такая домашняя шарлотка. Или творожный пирог. Ну, что-то такое. Я, правда, ну не ем, короче, углеводы совсем. Ну, мне реально очень... Я сейчас просто покажу вам момент. Я не стал вам ничего говорить. Обратите внимание, она не ест углеводы. Просто на хлеб. Авокадо и яйцо. Углеводов там нет. Ну, очень приятно. Ну, это вот какие-то сосиски покупные. Какой-то суп с мясом. Вы покупные сосиски в тесте не трогайте. Это база и самая вкусная еда, я считаю. Мне даже мысли было когда-то сделать мерч сосиской в тесте. Потому что она должна быть не только в душе, не только в желудке, но и на одежде. Блин, что-то, это в самом деле ужасно. Я не знаю, что дети из этого едят. Я вообще такую еду есть не могу. Я вообще была в шоке. Это прям самая ужасная еда. Как тут еще жить неделю, непонятно. Такой хаос в холодильнике. У меня почему-то настораживает отсутствие кастрюль. Наверное, ну нет. Она ладошка разогревает. Что же, просто человеческим теплом. Это готовая еды. О, морозилка у нас забита овощами. Но мяса нету. Как же питаются дети? Ответ на этот и многие другие вопросы девушки найдут в семейном уставе. Семейный устав. Мама. Смирнова Ольга, 31 год. Домохозяйка и хендмейдер. Папа. Смирнов Дмитрий, 38 лет. Менеджер по продажам, руководитель. Ссурь, у меня нос чешется постоянно. Я просто пока сидел, видео выбирал, выдирал из носа, бля, эти волосы. Направление. Дети. Сын Мирослав, 4 года. И сын Владислав, 8 лет. Мама и Аллах. Такой, ох, какой большой оказывается. Как это я ходил по улице с таким гигантским. Митин, 32 года, предприниматель. Михаил, 31 год. Барбер-шеф развивает собственную сеть барбер-шопов. Впервые слышу такую специальность. А дети. Тихон, 3,5. Верная с 13. Семья заколдована вообще. Смотрите, у них везде тройки есть. Везде тройки. 10 лет. Сложный. Семейный бюджет 5 тысяч рублей. Ну, конечно, у вас граница гигантская. Не потому, что у тебя 30, а ему 13. Потому, что тебе ментально 61. Не знаю, за какими покупками ходить на 5 тысяч рублей. За картошкой, наверное. Семейный бюджет. У мамы есть свои личные деньги. Если ей нужны деньги на бытовые расходы или на себя, она просит их у мужа. Значит, мне придется просить у мужа. Михаилу нужно напомнить, чтобы он оставил деньги для домработницы. Есть домработница. Это хорошо. Обязанности жены готовить, убирать, стирать, гладить. Водить и забирать старшего сына из школы со спортивных секций. Как пугает, что я буду домохозяйкой в ближайшую неделю. Впитывать энергию вселенной. Продвигать идеи здорового питания. Это как? Прогулка с Тихоном часто это делает няня. Я не знаю почему. В смысле как? Я просто смотрю, вы девушка тоже родили двоих детей. У вас отличная фигура. Никаких там подтеков, отеков. Такое ощущение, что она за собой очень хорошо ухаживает. Либо ее пи***ц, как любит природа. Либо нереально крутая генетика. Еще есть няня. Я попала просто в райские условия. Обязанности папы. Кормить попугаев. Великолепные. Папа иногда может приготовить завтрак. Я в принципе эту обязанность могу взять на себя. Мне кажется, это будет лучше для всех. Покупать продукты, зарабатывать деньги, выбрасывать мусор. Как замечательно. Вот так бы всю жизнь. Зарабатывать деньги и выбрасывать мусор из денег. Потому что эти мелкие купюры, они не нужны мне уже. Все на папе. Я попала, наверное, в сказку. Итак, послание для меня. Сладкого много детям не давать. И гаджет тоже не давать. Я буду лучший контролер просто. Уставы изучены. И скоро девушки встретятся с новыми семьями. Ну а пока там запрещают одним сладкое, мы побахнем. Немножко кока-кола. Как мне-то этикетка не нравится. Как ты... Нет, тут чувство праздника, что ли. Кто-то осудит, кто-то поймет. На то мы и люди. Чувствовать по-разному. В ожидании своих домочадцев Оля по привычке хозяйничает на кухне. Так, что из этого можно выбрать? Хумус. Это что такое? Розмарин. С чем его едят? Я в шоке от продуктов. Я не знаю, я просто думаю, из чего, как же это все готовить? Ну, как будто в подвале держал. Все это время не выпускал. Она не видела ни телевизора, ни новости. Не читала бы ничего. Хумус. Розмарин. И микроволновки нет. Наверное, я... Это не плита, это просто стекло там. Сейчас сварю гречку. Включаем это. Не работает. Новые продвинутые технологии. Не то, что мой муж. Да что ж такое? Я что, гречку не сварю? Может, она его почувствует? Ну. Это незадачка. Чем детей кормить? То салатом один? Знала бы Оля, что салату вегетарианца Лангауэр обрадуется больше, чем свареной гречки, не переживала бы. Я как любитель поготовить, и если, говорит, чувствую себя как дома, я не разобрался бы с плитой, я просто бы согрел бы горячую, ну, согрел бы горячую воду. Молодец, бля! Я бы разогрел просто чайник, просто залил бы кипятка в гречку, какую-нибудь там посудку нашел бы, типа горшочком, в духовку бы засунул бы, посолил бы, попертил бы, и все, отлично. А в Москве Иоланта уже встречает... В пятнице жди меня на битве шефов, или где там еще? Бую семью. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот так вот он увидел женщину. Опа, ничего себе. Очень приятно. Очень приятно, Дмитрий. Иоланта. Иоланна. Какое красивое имя. Ты, наверное, Владислав. Все, у него поперли эмоции. На жену у него эмоции не перут, а тут даже другое имя просто вызывает восторг. Слав, очень приятно. А ты? Мы нашли. О, так приятно. Раздевайтесь. И будем знакомиться. Я не могу сказать, что это там мужчина моей мечты, или что-то такое, ну, приятное впечатление. Шампанское. Нет, нет, припочем. Понятно. Тогда, в принципе, может быть чай, на знакомство. Он, как я, тоже такой. Ну, может быть, белого и гристого. Ну, просто, чтобы разговор бы лучше завязался. Винодел Радик. Винных дел историй. Да, я не против. Как доехала? Да, хорошо. Чай. Если мне человек отказывает, я такой, аф. А что мы будем говорить вообще? Чай? Окей. Ну, ладно. Я не буду пить с полторы минуты, типа, сделаю вид, что я тоже, как бы, так, для вида пью. Ну, типа, просто предложил. Ну, сама из Тамбова. Так. И, соответственно, супруга твоя тоже в Тамбове. Дети есть у вас? У нас тоже двое детей, тоже два мальчика. Ой, какая прелесть. Я так поняла, что ты в основном работаешь. Да. Занимаюсь химическим сырью, продажа химического сырья. Я просто все время тоже работаю. А кем? Я предприниматель. И я нутрициолог. Занимаюсь правильным питанием. Кстати, маленький кусочек. Ну, я просто вообще не ем углеводы. На лице у него было написано, боже, что я тут делаю. Такое впечатление, что там какая-то галочка лежит, а не еда. Пирог был вот такой. Ну, без шуток, просто. Ну, тебе же не весь пирог предложили съесть, а кусочек. Ну, могла бы так вот яулочки подклеивать. Килограмм пищи с маргарином и тонну сахара. Короче, я ем восьмином овощи, и я вегетарианка. Килограмм маргарина, сахара. И вообще, это есть невозможно. Вы успокойтесь, не ешьте. Мы скушаем, ничего, вы подвиньтесь просто. Не надо осуждать нас, сладкоежек. Мы любим маргарин, любим тесто. Особенно сосиску в тесте. И я не ем вообще мяс. И дети тоже. А муж? Все в моем доме едят так, как ем я. В основном... Все мучаются, кроме нее. Я ем авокадо, орехи, хумус. Ну, и на самом деле я уже залезла в ваш холодильник. Что-то на бусруманском непонятно началось. Что она там сказала? И вообще не обратно. Мне вообще нечего там есть. Мы можем что-то заказать поесть? Нет, у нас так неприятно. Мы готовим дома. Да, он офигел просто. Я голодная. В чужом городе, по-моему, по-другому встречают гостей. Тем временем в Тамбове... Просто отказал ей в еде, блядь. Не хочешь шампанского, значит, не поешь еще. Ольге удалось победить научно-технический прогресс и приготовить ужин для новой семьи. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вам. Спасибо большое. Какая красота. Очень приятно. Ольга. Эрнест. Очень приятно. Эрнест. Это сушеная манга. Когда я Олю увидел, успокоился, я думал, что будет какая-нибудь мучная бабища. Суровая. В плохом смысле, не в хорошем. Ребята, ужинать хотят. У них вообще, в принципе, все плохо ассоциируется с углеводами, с тестом, с мукой. Придут какая-то мучная баба. Да. На ужин у нас салат. Человек, который ест хлеб. Шарлотка с яблоками и гречка. Что будет? Я салатик поем, потому что я сейчас на безуглеводной диете. Короче, полезную пищу мы ем. Я поняла. Для меня показалось немножко удивительным, что мужчина так щепетильно относится к еде, соблюдает углеводную диету. Тиш, ты куда пошел? Иди за стол. Тиш, подожди, а ты чего боишься? Подожди, подожди, скажи мне. Тиш, подожди, ну я же твой брат. Скажи, чего ты боишься-то? Я стесняю больше. Блин, какой классный Эрнест. Поддержал мелко своего брата. Вообще красавчик. Уважаю. Стесняешься? Да. Она будет нашей мамой на целую неделю. Не надо подружиться. Идем, она что, пойдем. Тихон очень симпатичный малыш. Надо искать подход к нему. Ну давай, расскажи о себе. Двое детей. Два мальчика дутра? Да, два мальчика. Сама чем занимаешься? У меня фриланс. Я делаю букеты из конфет. У вас такой... Фриланс. Букеты из конфет у меня. Понятно? Идущий бизнес растущий. Интересный дом. Похоже на юрту. Это просто купольный дом. А, это купольный дом. Купольный дом. Купольный. Купол. Я читала устав. У меня просто удивили правила. Мама должна получать энергию от вселенной. Допустим, ты это чувствуешь, смотри. Вот, это энергетический поток. Что у людей в голове творится? Я человек более консервативный. Ну, на максималках, я бы сказал тогда. И это чудо. А в это время в Москве голодная Иоланта решила насытить себя хотя бы духовно. Слушай, Дим, а есть коврик? Какой коврик? Я так что-то устала. Хочется немножко этот шерсть из ковра поесть. За сегодня я хочу пойти на улицу помедитировать. Медитация на... Я так на лавочке, знаешь, чуть подзаряжусь. Пивка бахну, посплю. Та-та-та-тан. Ну, я все понимаю, но как-то беспокоюсь. Помедитировать у нас в Бутово на детской площадке это утопия абсолютная. Я из Тамбова. Абсолютная утопия для него помедитировать на детской площадке. А чего ж ты там не делаешь, ничего? Ну, понятное дело, он, скорее всего, не знал, что это слово значит. Даже в его оправдание просто тоже скажу, типа, до определенного момента, не до этого конкретно, я тоже не знал конкретное значение слова утопия. Я думал, что это, наоборот, типа, как раз плохо. Оказывается, это очень хорошо, как бы. И нет ничего плохого в этом, типа, не знать. Очень хорошо, что есть люди рядом, которые тебе, наоборот, расскажут, что правильно, то, что я поправлю. И не надо на это обижаться. Надо, наоборот, говорить за это спасибо. Потому что вас поправили, вас научили, вы получили знания. Спасибо. А, так что не беспокойство. Ну, так, ну, это, ну, да. Ой, хоть воздух свежий. Пока я... В Москве. Самое то. А, бабушками не пахнет. ...светление на лавочке во дворе, Ольга решила наладить контакт с маленьким Тихоном. Ой, какой маленький паучок. А ты знаешь, мой сыночек старший очень любит насекомых. А я не люблю. Сядь. И ты мне не нравишься, бабуля. На ручке. Вот. Ну, давай. Сколько у него лапок? Ну, не знаю. А мне кажется, шесть. Я считаю себя образ... Давай, поиграю. Она его ловит и такой, раз, два, три. Сувы. И пацан. Мне кажется, мы найдем с ним общий язык. И я с удовольствием буду с ним общаться. Ну, на это у Ольги еще целая неделя. А пока время ложится спать. Спать ты будешь внизу. Тихон со мной будет спать. Эрнест. Со мной тоже в комнате ляжет. Хорошо. Как скажешь. В Тамбове все уснули. А в Москве Иоланта продолжает выходить на связь с космосом. Правда, ее энергетический посыл дошел пока только до соседей. Ты пьяный, что ли? Нет, конечно. Я сейчас полицию вызову. Всю ночь уже дети у них спят. Хорошо, хорошо, хорошо. Она же не орет, она просто медитирует и все. Они просто привыкли, что там люди вот так вот... Зависают. И тоже спокойно сидят. Точнее, стоят. Никого не трогают. Тише буду. Я просто никому абсолютно не мешала. Не валялась около лавки там. Конечно, я понимаю, что люди, наверное, которые живут вот в этом мире, для них обыденность, ну, другая. Ты до сих пор здесь, слушай, сколько можно? Пойдем, 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 пойдем. Уже дождь такой, пойдем. В Москве утро второго дня выдалось спокойным. Дмитрий не стал будить новую жену и накормил старшего сына. Доброе утро. Привет. Доброе утро. Как спал? Печеньями. На завтрак. Спасибо. Ой, спасибо, на самом деле, очень даже хорошо. Слушай, сегодня Владика надо будет отвезти в школу. А с Миро, с Мирославом. Мироша проснется, ему придет сестра жены или с ним посидит. Ну, все эти домохозяйские обязанности имеют место быть. Просто давайте такой небольшой скучный соцопрос. Я вот захожу к ним на кухню, вижу вот этот шкаф беспредела. Неужели нельзя как-то все расставить покрасивше? Может быть, в конце концов, дверки туда придел, чтобы это все более-менее гармонично выглядело. Я, конечно, тоже не все идеально делаю, но, блядь, жить в таком... В чьей-то жизни? Это как будто бы дача. Реально, дача. Куда-то просто приезжаешь, все туда старое приводишь, более-менее. И вот там все это лежит такой, так, ладно, будет время, сделай. И раз в год, дай бог силы, ты там все более-менее расставишь по своим местам. Ну, это точно не для меня. Не будь такой категоричной, Иоланта. Вдруг понравится. А пока ноги в руки и бегом в школу. А тем временем в Тамбове Ольге никуда... Продолжается дискотека, судя по свету. ...спешить не надо. Новый муж уже все сделал сам. Ну, что ли, я просыпалась в доме, где никого нет, я одна. И мне никто не мешает спокойно проснуться. Ой, ушел рано на работу. Не стала тебя будить. Вернусь, не близко. Тихона скоро приведет няня. Купи, пожалуйста, продукты в магазин. Безлактозное молоко. Ты зря я это написала, мне сейчас башка взорвется. О, с кедровыми орехами. Четвертый. Четвертый. Молоко из кешью. Кешью. Хорошего дня. О, бюджет есть. Весь этот список был очень неожиданным. Две тысячи. Там не было ни одного такого. А все про все, что он стал до бакосаря, мне кажется, ей не хватит. Привычного названия. А тем временем в Москве и Аланте даже перевести дух некогда. Мужа на работу проводила, старшего в школу отвела, время кормить младшего. Что будешь кушать? Я еще не хочу. Давай я тебя сейчас... О, идеально. Нам это подходит, малой. Покормлю, мы с тобой покушаем, и я тебе тогда разрешу поиграть с телефоном. Давай? Что будешь есть? Кашу. Кашу? Не прошло и двух дней, Айаланта уже действует вопреки уставу. Хотя еще вчера обещала не давать детям гаджеты. Я нормально отношусь к тому, что дети играют в планшеты. То, что он взял, так скажем, запретный плод, я не считаю ее чем-то там ужасным. Мне кажется, она поступила идеально, судя по тому, что он находится в чужой семье с чужими детьми. Она накормила ребенка, договорившись с ним. Не каждый так сможет. Так сказать, зашла в круг доверия. А что будет дальше потом? То есть малой с ним уже контакт нашел. С нормальной. Шо это, блин? Ну шо это такое? Кто-то к нам пришел. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Ирина. Я сестра Оля. А, очень приятно. Я Илана. Сумо, я сестра. Пойдемте чаю попьем. Пойдемте. Так, ну вот вам гостинцы. Эклеры. Будем? Вкусняшку. Яня принесла, любимая. Ужасные эклеры, которые был вот такой пакет. Я не даю своим детям такую еду. Ну просто там один сахар с маргарином. Конечно, интересная где сестренка. Оля в Тамбове. Мне кажется, что она в отпуск поехала. Я не мою посуду весь день, не готовлю весь день и не убираюсь. Я буду счастлива, если моя сестренка не будет себя чувствовать домработницей. Постоянно как белка. В отличие от вас, поработали свою сестру. В колесе. Борка, стирка, готовка. Усталая женщина не очень интересна мужчинам. Усталая женщина никому не интересна, даже саму себе. Вообще-то есть выбор. Мой муж умеет делать так, чтобы женщина чувствовала себя на высоте. И для нее этот опыт, надеюсь, будет положительным. Если ты знаешь, что есть что-то лучшее, то к этому лучшему хочется стремиться. Я сейчас пойду. Главное, чтобы муж там палку не перегнал. А то кто знает, про какую высоту ты говоришь. За Владиком я заберу его как раз. Через 20 минут вернусь. Да, и перейдем. Пока Иоланта отправилась за старшим сыном в школу, в Тамбове Ольга встречала няню с Тихоном, которые вернулись с прогулки. Здравствуйте. Мы вам цветочки насобирали. Ой, спасибо большое. Меня Оля зовут. Полина. Очень приятно. Какие красивые цветочки. Тиша, тебе удобно там сидеть? Да. А вы не занимаетесь за детским стульком? Не, он... Ну, чтобы ручка была правильная самка. Он вообще любит барские вот эти вот замашки. Ну, а то, что локоть висит там. Вообще он любит все делать вот как хочет. Он может, как-то, ногами рисовать. Мы ему даем полную свободу, да? Ну, этой свободы и так у ребенка предостаточно. Няня должна уделять качественное внимание ребенку. У Тихона своя система, скажем, обучения. У нас водолеют. Водолеют они все фантазеры. В общем, мы даем ему размечтаться. А вы кто по знаку задел? Вот, это вот современный подход. Поаккуратнее. У него там после хумуса, без лактозного молока, ей уже так плохо становилось. А тут-то, потому что он водолеет. Я нянечка и астролог. Семья вот Илана, Миша. Мы на них со всех составляли карты. И у каждого своя какая-то цель в жизни. Хотите, мы тоже... Ну, ладно. После деревьев мне уже ничего не удивит, блядь. Даже если они ночью ходят, звезды собирают, блядь. Визуально просто на ручку. Потому что надо загадывать желание, что оно у тебя сохранилось. Потом, чтобы перед сном ладошку раскрыть. И звездочки у тебя, типа, вылетели. И обратно улетели на небко. И все желания твои исполнились. Поэтому, что угодно они пусть будут говорить. Все, я уже такой. Все, я это принял. Но не принял 30-летнюю девушку со старыми взглядами. Вот я, конечно, урод. Посмотрим вашу, какие у вас цели, задачи. Ну, это бы здорово. Давайте дату свою. Ну, у вас восходящий лев. У вас очень много элитерских качеств. Ну, у вас какие-то внутренние, получается, зажимы. Вы могли бы достичь вершины. Просто вы подавляете себя. Ну, а мне муж не позволяет жить так, как я хочу. Нужно, чтобы человек давал вам свободу. Но это зависит от того, как ты себя поставишь. Ты должна вкладывать в себя, в первую очередь. Я все трачу на детей. Не смей. Я вопрос такой, я не понимаю, как это работает. Она же просто говорит свою дату рождения и так далее. И логично то, что, скорее всего, есть человек, который на земле. Который родился точно так же в эту дату. И, возможно, почти в то же время. Ну, ладно, 2 минуты разницы. Неужели это так важно? 120 секунд. Когда-то где-то важно, конечно. Когда ты дорогу перебегаешь особенно. И она хочет, типа, делать ей такой психоанализ. О том, что ее муж зажимает, только посмотрев на звезды дату рождения. Аналогичный человек, грубо говоря, с такой же даты рождения. Ну, который ведет себя более успешно, там, да, продуктивную, там, жизнь. Что скажет на яд? Или все-таки 120 секунд эти важные? Своё я закладывать в фундамент. Все детям, все мужу. Ты просто себя гасишь. Это не жизнь вообще. Ты должен отделять на себя время, на себя деньги. Ценить себя. У тебя все придет. То, что Полина. Мне все кажется, что она, как сейчас скажет, шесть кадров. Я так, ну, похожа на актрису. Я не могу, каждый раз смотрю, думаю, так, это она по-любому. Может, это она и есть. Потом просто как бы ушла от мужа. Говорила, это неприятно, но это правда. Надо все менять. А тем временем в Москве Иоланта уже забрала Владислава со школы и вернулась домой, где ее ждал очередной сюрприз. Ольке заказ. Конфетные букеты. А что за букеты? Ну, вот эта красота. Конфетные. Это моя сестренка. Подарочные букеты, которые можно съесть. Теперь до конца недели нужно выполнить этот заказ. А у нее есть материалы? Далее же где-то есть тот вариант, который мне показала сестра. Это как бы дешево выглядящая какая-то штука. Я не знаю, кто покупает это. А в Тамбове Ольга, оставив Тихона с няней, отправилась за продуктами по списку в супермаркет рядом с домом. Какие продукты я еще не покупала. Честно говоря, где искать хумус? Я вам ваню приложу. В интим магазине. Ой, извините. Вот. Я нашла. Да. Где мне искать, интересно, молоко из кешью? Молодой человек. Молоко из кешью. Что есть такие кешью, которые друг друга доют? Они через орешки это как-то делают? Коровки кешью? Или коровы кушают кешью, и потом у них молоко получается такое? Бывает такое? Нет, молоко из кешью не бывает. Не бывает? Обалдеть. Так. Чипсы, норы и чука. Я тоже не знаю. Норы. Надо в норе ей искать. Вот такое чука. Мы такое не едим. Люди, прошу вас. Молодой человек. Чука, это что? Это водород. О, боже. Оно стоит целое состояние. Когда я увидела цену на эти продукты, мне показалось, что это слишком дорого. И я не понимала, что можно из этого приготовить на ужин. Она же про ютуб не слышала никогда. С необычным уловом Ольга вернулась домой. Может быть, няня-астролог подскажет, с чем это едят. Ты такое кушаешь? Да. Тихо, ты знаешь, что это такое? Нет? Это молоко обычное. А что это? Батат же. Он сладкий, очень Тихон. Вот его любит. А если Тихон его любит, то он такой с плесенью. Мы, как правило, едим просто в кафе. Поэтому у нас и протухшие угрцы могут лежать, и батат, и что угодно. Просто мама, она любит такие экзотические штуки, вот это все. Мне кажется, это совсем неприемлемо. Ну, понимаете, плесень – это же благородство все-таки. Значит, продукт живой, само собой. Вот. И просто можно ее как срезать в трехлитровую баночку, залить кипяточком и попивать на утро. Туда. При большом желании. По такой цене и выкидывать. В самое время задать все вопросы папе, который как раз пришел домой с работы. Сделай, пожалуйста. Я надеюсь, что многие поняли, что это просто шутка юмора. Если там, конечно, кто-то увидел юмор, если шутку. Не надо заливать плесенью кипяток и потом ее пить. Ни в коем случае. Плесень не заливаем кипятком. А едим ее сыром. Короче, в любом случае не употребляем плесень. И то только в определенном сыре. Два яйца. Лазунь. Да, да. Бес, масло, оливковое. Реально, YouTube опасная история такая. Вот что ты говоришь, люди принимают за чистую монету. А докапываются до слова. Прицепляются, что-то еще. Ты сможешь говорить, иметь в виду вообще одно совершенно другое. Люди не выкупают этого. Это самое страшное. Можно сливочное? Солить можно? Оля, ты всегда спрашиваешь. Ну, понимаешь, у тебя особая диета. Главное, не хлебом соли. Я только, конечно, не нашла то, что ты просил. Молоком и с кешью. Нет, и с кешью молока? Вы разбили мне сердце. Тебе чай? Тут есть какой-то... Короче, я прочитал, на самом деле, что есть молоко и с кешью. Его просто нужно настаивать на воде. И потом взбандерить и там добавить еще сироп. Но я в целом от агавы уже охренел. Сосластительный пример с сироп агавы. Сироп агавы, ебать. Можно регулировать пиздец, блядь. Грибам рейши. Да, давай. А что такое гриб рейши? Гриб рейши, это такой гриб, который рейши. Для меня показалось удивительным. Спасибо, брат. Действительно, что Миша не знает некоторые продукты вегетарианские, которые он, по сути, должен употреблять постоянно. Я понимаю, что это винило. Тем временем на окраине Москвы наступил вечер, и голодный Дмитрий вернулся домой. Ёлки-палки. А это что такое? Тарелок, куча, не пойму. Почему помыть нельзя было? Я не понял вообще, что происходит. Муж пришел с работы, ничего есть. Я был, в общем-то, ошарашенный. Слушай, нет, у тебя он полный, полка... Блядь. Представляю. Был, в общем-то, ошарашенный. Такую картину я не видел никогда. Беспорядка такого. Не было. Привет. Я, честно говоря, сейчас пришел, просто ужаснулся. А есть ничего. Мусорник, посмотрим. Посуда грязная. Посудомойку? Я просто не стала загружать, потому что она, по-моему, не работает. Но руки никто не отменял. Что касается мусора... Ну и помой тогда. Мусора. В моей семье обычно это делает муж. Кошмар какой-то. Слушай, я думал, ты меня позвал спросить, как я вообще провела день, как твои дети, выучили ли мы уроки, а ты мне тут про мусор с посудомойкой. Я вообще была в шоке, честно говоря, от бестактности. Дмитрий позволяет себе женщине, которой он не платит ни рубля, говорить в таком тоне и указывать, что я должна ему делать. Я не приеду... Что это такое, как будто претензия такая, эскорстница сейчас была. И, кстати, да, я тоже очень устала и хочу есть. Ты сказала, полный холодильник. Ну так я-то не ем эту еду. Поэтому у меня предложение, чтобы разрядить обстановку. Может быть, мы куда-то сходим? Я думаю, что дети тоже будут очень рады. Это опять тратить деньги, я уже на проезд потратил сегодня. То есть, значит, ты предлагаешь, я пришел, увидел вот это вот безобразие. Мы должны еще куда-то сегодня идти. Да, предлагаю тебе прогибаться в сторону компромисса. Нет, категорически нет. Такого, чтобы больше я бы не видел. Третий день проекта... То есть, лучше мы все голодные останемся. Но прогибаться не будем. В Тамбове начался для Ольги неожиданно. Меня зовут Ольга. Очень приятно. Меня тоже зовут Ольга. Я временно здесь хозяйка. А вы? А я помогаю по хозяйству. Временно. Я, на самом деле, еще раз просто офигеваю от фигуры этой девушки. Мне как будто про нее что-то не рассказывают, там не договорят. Она не может быть такая, как она утверждает, консервативная, сидящая дома с двумя детьми. Вы посмотрите, она отличный выглядит. У нее не зад, а орех в этих штанах. То есть, она и худенькая, и все. Не знаю, и лицо у нее хорошо выглядит. Я просто, если честно, начинаю как бы не доверять тому, что нам говорят. Это очень странно. Типа, она не разбирается в еде. Она не разбирается в том, не в этом. Но при этом она хорошо выглядит. Неужели генетика, которую сама восстанавливает? Здесь хозяйка. Я просто как жирнеющий человек недоумеваю в свои 32 года. А вы? А я помогаю по хозяйству. А что вообще входит в ваши обязанности? По лесу шум мою. Привожу в порядок дом. Знаете, мне как-то вот первым делом глаза бросилась вот эта вот интересная люстра. Я бы попросила как-нибудь ее вымыть. Нужно еще сверху там на холодильнике, шкафчики, подоконники обязательно. Когда пришла домработница. Она туда ходит, наверное, два раза в неделю. И ты ей еще рассказываешь, что нужно делать. Ага, супер. Чужой человек в чужом доме. Еще обязанности сверх того, что она выполняла каждую неделю. Тихо. Алло, Павел. Вам придется мне сегодня чаевых накинуть. Ваша новая жена ела в край. Мне пришлось люстру вымыть эту. И полочки на холодильнике. А я это мыл на той неделе. Пока я хозяйка в этом доме временная, мне хочется, чтобы был такой порядок, который бы меня устраивал. Какой порядок? А? Я видел только у тебя дома беспорядок. Тем не менее, через два часа... Давида нам показали, как ты пыль вытираешь с трех полок и все. Купольный дом блестел, а новая хозяйка все не унималась. Я бы вас попросила, чтобы был порядок в шкафу. А Иолан-то вообще не требует от вас порядка в шкафу. Нет, в шкафах она сама. Могут порядок. Ну просто, когда все вот так вот, мне кажется, это такой хаос. И ничего невозможно найти там. Это вы нам говорите, я не могу понять, что за бред. Или домработница увидела первый раз, а тут все. Надо как Джокер просто гулять на все. Ну она, наверное, привыкла. Если так убираться, так убираться сегодня, блин. Все пять тысяч отобью. У нее свой порядок. Я была бы очень строгим работодателем. Потому что я знаю, как можно и нужно качественно убирать. Я того же требую от домработницы. Ты знаешь, что ты там требуешь? Ты отлично требуешь. Людя после натальной карты просто перешарашило. Это все такое. Так, у меня есть лидерские качества. Я просто до этого прогибалась под мужа. Теперь после натальной карты я изменю полностью свою жизнь. И Аланти помощница по хозяйству может... Я представляю, что бы она сделала бы, если бы еще заплатила за эту натальную карту. Ты там еще посмотри. Может быть у меня муж там новый. Скорее всего миллионер. Ты там подопиши, допиши. Снится. Жизнь домохозяйки легкой не назовешь. В магазин с утра сходи. Завтрак приготовь. Детей накорми. Ребята, идете? Идем. Да. О, это нам? Да. Я сделала яичницу с там свежими огурцами, с помидорами и пожарила брокколи. А я... Так, а где пещенье? Где мое любимое юбиле... Что, у нас сегодня не будет юбилея? Да, я не люблю. Ну, надо попробовать. Знаешь почему? Кто съедает все, тот получает очень вкусный творожок. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Я вообще ее респектую прямо в этом плане. Она умеет с детьми договариваться. Ну, хотя бы завлечь их. Вкусное. Попробуй. Ну, вкусное. Ты любишь брокколи? Я только попробую. Первый раз попробую? Да. Брокколи очень-очень сильно... Первый раз попробую? Да. Брокколи очень-очень сильно полезны вообще для всего организма. Может, тоже попробуешь? Нет. Ну, как хочешь. Если совсем брокколи не ешь, то творожок точно не получаешь. Вот это настоящий аргумент. За сладкую награду Мирослав решился отведать неизвестный продукт. Такая маленькая победа вот образовалась. Они хотя бы попробовали что-то другое, потому что я не представляю вообще здоровых детей без свежих овощей. В общем, вы молодцы, как и обещалось, да? Есть с шоколадной крошкой творожок, есть с черничным джемом. Кто какой будет? Я с шоколадной крошкой, я тоже. Только здесь едим, ладно? Пока Иоланта праздновала гастрономическую победу, в Тамбове Оля лихо управляла няней и домработницей и готова встречать мужа во всеоружии. О, ты что, как убьешь, по-прикольно. Привет, меня. Какой же он мне? Привет, а как дела? Привет, все в порядке. Позынать будешь? Я предлагаю, давайте не будем сейчас и не ужинать, ничего, а поедем где-нибудь, посидим, перекусим. Моего мужа никуда не вытащишь, мы редко куда-то ходим. Блин, да мне кажется, дошло. Он же похож на Панасенко, а Панасенко у нас историк. Соответственно, он любит историю, глядя на ее жену. В ресторане мы уже 100-летние были, поэтому, когда Михаил пригласил меня в ресторан, я с удовольствием пошла. Мне было очень приятно. Права была Иоланта, что галантность Михаила творит чудеса. И спустя 10 лет семейной жизни Оля, наконец, идет в ресторан, хоть и с чужим мужем. Ты выбирай, смотри. Какой кошмар. Неужели муж такой сильный жмот, что он не может везти свою жену в ресторан? Что такое, блин? Сидят, едят одни готовые вареники, печенье какие-то. Настолько надо быть крохобором, что ли? Что? Ну, честно, не... Конечно, какие у вас будут эмоции? Ты их даже сам не создаешь там. Ты ничего не делаешь для своей жены. Ты просто... Я иногда просто общаюсь с людьми, и там у нас такие бывают высокие философские разговоры о том, что любишь, не любишь, там, так далее, в долгих отношениях. И недавно был такой разговор у меня, и человек говорит, я задумывался о том, что я люблю свою жену, там, или не люблю. В такие моменты, говорит, я стараюсь максимально отсекать эти мысли от себя, говорит, такими вещами. Я обязательно позову ее в ресторан, в кино, или что-нибудь, какой-нибудь интерактив что-то придумать. Не сидеть на диване, там, или лежать в кровать, думать в потолок, типа, блядь, кажется, я ее разлюбил. Я, наоборот, говорит, пытаюсь сделать шаг к ней навстречу, даже она того не знает, а для себя лично, чтобы с ней куда-то вместе походить, увидеть, там, перезагрузиться. Я такой считаю, говорю, слушай, это, говорю, классный скилл. На самом деле, его надо часто использовать. Потому что иногда слишком много думать тоже, блядь, вредно. В такие моменты, реально, почему бы не попробовать просто обнять свою жену и сказать, поклали в рест, не знаю, куда угодно. Пойдем покушаем там, пойдем в кино, не знаю, пойдем в что-то... Что угодно мы просто с тобой сделаем, но проведем время вместе, не сидя на диване. Ну, не моя посуду, там, тарелку вместе. Я тебе буду глядеть с нас в спину, и мы будем обсуждать с наших соседей. Сделаем что-то новое. Или повторим просто классное старое. Хочется такое жирное? Не хочется. Потрахаешься, в конце концов, у нас год не было. Мясо, наверное, тоже. Добрый день. Коловчик. Да, я буду из курицы с шашлыком. Так ты мясо ешь? Я ем, если хочу, вообще что хочу. Я думала, у вас категорично. Ничего нет категоричного. Я ем тогда, когда хочу, когда жены нет рядом. Ничего человеку не чуждо. Он себе позволяет, конечно, есть мясо в отцу свежины, потому что он это любит, ему это вкусно. Я считаю, что вегетарианец Иоланта, и она просто ему запрещает, и он подчиняется. Приятная птица. Спасибо, тебе тоже приятно. Рассказывай свои впечатления. Устаешь? Я вообще не устаешь. Мне кажется, я ничего не делаю. Я устаю от этого безделья. У меня, конечно, все по-другому. У меня сквозь впечатление, что ты такая прям... Или тебе хуйня. Ну, не знаю. Мне кажется, набор тяжело перестраивать, когда ты первый-второй день еще просыпаешься, ничего не делаешь, у тебя все делают, а ты уже привыкл что-то делать, то со временем ты все равно что-то начинаешь что-то делать. Там, не знаю, пойдешь, помоешь там посуду, протрешься там, если ты такая домохозяйка. Судя по твоему дому, я не заметил, что ты прям офигенная домохозяйка. Что ты пиздешь за пиздежом чувствуется? Не знаю, напишите в комментариях, если я не прав. Но как-то что-то смущает меня дико. Нихрена она не делает, и нет у нее желания что-то делать. Или тебе хочется быть такой, я так вижу. Если какие-то конфликтные... Возможно, тихоря качается. Возможно, но это только мои выводы. Какие-то моменты спорные. Я, естественно, и кричу, и ругаю детей. Если что-то не устраивает с мужем, я ему по полной программе... Такая, да, тактика? Да, типа та. Я понял. Ну, мы уже как-то за 10 лет притерлись. Я понимаю сейчас, что у нас общие интересы, это только наши дети. У нас нет совместного такого времяпровождения. У меня все стало просто скучно. Может быть, он или ты закрываетесь с детьми? Не знаю. Меня очень много чего обижает, и поэтому это отстраняет меня от мужа. Поэтому я считаю, что я постоянно чем-то обижена, а он вечно виноватый. Блин, да, это на самом деле страшно. Женщины или мужчины начинают быть созависимы друг от друга. И когда принимают одну сторону, пусть будет, растущего цветка в квартире, а второму человеку что-то хочется, тот каким-то правыми и левыми аргументами все время там, типа, да давай дома посидим, там нет денег, там давай вот это, давай то. И второй человек подстраивается под это, и они становятся либо обоими, ну, в плане реально, видимо, обоими, оба становятся максимально апатичными, ничего не делающими, там, дай бог их куда-то в гости позовут, они туда вырвутся, им уже в радость. Но в такие моменты, типа, я иногда сам, как бы, себя ловлю на такой мысли, там, и говорю, так, нужно что-то вставать, делать, потому что к дивану прирасти вообще очень легко, не замечаешь этого, потому что все время работа, рутина, дом, ты садишься, ты думаешь, так, это вот мое спасение, ни хрена. Вообще не общаются, это ненормально, потому что это жизнь твоя, и нельзя ни в коем случае приносить себя в жертву, это неправильно. Пока в Тамбове ведут задушевные беседы, в московской квартире кипит работа, и о Ланте нужно сделать букеты из конфет. Честно, меня не испугало особо это задание, у меня нет проблем с фантазией, у меня реально умелые руки. Я это сделаю, возможно, даже лучше, чем Оля. За работой, особенно творческой, время летит незаметно. Вот и вечер наступил, и временный муж вернулся с работы. Домочадцам привет! Привет! Работаешь? Конечно! Правильно, труд облагораживает человека. Наверное. Холодно, да? Да вообще, просто жуть. Просто они, пиздец, такие домочадцы, я вот сейчас вот момент покажу. Я уже на этом делал, я уже на этом делал, я уже на этом делал, бля! Короче, кто-то, я уже делал акт, кто смотрел, кто помнит. Дверь, заляпнутые скотчи, что-то, видимо, там было наклеено, они такие домочадцы, что просто не могут почистить входную дверь. Холодно, да? Да вообще, просто жуть. Ой, а где ужин вообще, я не пойму. Сковородка грязная, а? Понял. Не, а что мы жрать будем сегодня, я не пойму. Дима пришел и по привычке начал требовать с меня то, что дает ему его жена. Ну, как обычно, ужин, ну, все вот эти его потребности, зимные, так сказать. Жрать хочется, короче говоря. Слушай, Дим, мне хватает дел, я думаю, что ты деспособный, у тебя вроде руки, ноги, все на месте. А у меня сегодня и так напряженный день. Моя жена полностью справляется параллельно и детьми, и готовка, и вот эти вот... Потому что она просто не знала, что может быть по-другому, а теперь знает. Кстати, ты мне можешь сесть, в общем-то, помочь. Я все понимаю, конечно, но я пришел с работы, и мне нужно отдохнуть. А, сейчас скажешь, если ты мне поможешь, то я тебя обязательно накормлю. Переодеться, как с ребенком. Да, ты весь день отдыхала, отдыхала. Все, все. Истеричка. Для меня это дикость. Оля никогда не просила помогать, она расправлялась сама и успевала все делать в лучшем виде. Смысл их совместного проживания, если Ольга его апстирывает, готовит, убирает, а что он делает, вообще непонятно. Работает. Своей семье ей не приходится повторять дважды, но для временного мужа она готова сделать исключение. Дим, я все понимаю, что ты устал, но мне нужна помощь. Мне эти цветочки не нужны, абсолютно. Самое интересное, что мне тоже эти цветочки не нужны. Просто эти цветочки влияют на репутацию. Так что, они получаются, с детьми реально спят в одной комнате, четвером, а гостиная у них все-таки типа как гостиная. Бля, ну я не знаю, дети уже взрослеют. Надо бы отдельную комнатушку бы им дать, никакой семейной жизни, реально как пенсионеры. Все, твоей жены. Я тебя сейчас прошу поднять свой великолепный таз и пойти мне помочь, потому что иначе, если ты хочешь бойкота, то он будет. Я решил помочь Иоланте с букетом, потому что это заказ моей жены. А я не хочу ее подставлять и портить ее репутацию. Короче говоря, сюда вот надо приклеить. Дефекты. Прогнули тебя. Я сейчас скотч двусторонний заклеить, чтобы получился конверт. Честно говоря, я не очень понимаю. Вот я тебе женщина чужая, но ты умудряешься для меня выбирать такой тон разговора, как будто бы ты мне вчера машину купил. Вот я своей домработнице за ту же работу, которую делает твоя жена, плачу деньги. Ну у меня же наша домработница, любого случая. Она бесплатная работница у тебя. Ну мне кажется, у тебя потребительское отношение к мужику. Слушай, я хорошо зарабатываю, у меня есть деньги, ну как бы у меня есть хорошая тачка. Нахрена мне бомж? Блядь, как-то она материальными ценностями апеллирует. Я, конечно, могу понять, у нее там жизнь, у нее все хорошо, но людям как бы разные бывают. Ты в чужом доме, и вот это вот, нахрена мне это надо, потому что как бы за это надо платить. И она сейчас ему это объясняет, но я не знаю, как горох об стену, по сути. Это она и разрушает его какую-то идеологию, не знаю, жизни, что-то еще. Не, может быть, этому не помешает, может, его как-то реализуют в каких-то других вещах. Но не все мы готовы к таким разговорам просто, не с хрена. Он же не брал у тебя курс по реализации своих планов за один год и за один день. Жена со мной, значит, я ее устраиваю. Ну если я здесь, значит не все. Иначе меня... А что тебя тогда не устраивает, если ты здесь? Бы здесь не было. Лучшая защита – это нападение, поэтому он стал обвинять меня в том, что я меркантильная ***, которая... Ну ты выглядишь так, как меркантильная тварь. Реально так выглядит, что ты все через призму денег прокручиваешь, а не так, что якобы твоей жены нужны больше свободы от семейного быта. И, возможно, она раскроется в чем-то другом, сможет зарабатывать денег и оплачивать себе домработницу, освободить себя от этих моментов. Возможно, тебе нужно ей помочь, возможно, придется немножечко вложиться, там и так далее. Ты ведешь себя как меркантильная тварь. Если так со мной бы разговаривали, то ты реально продажная. Ты за бабки, наверное, много чего сделаешь. Своим мужем, потому что, в общем, он мне все покупает. Такая позиция слабого мужика. Хаузиция, блядь. Я встречаюсь с мужчиной только если он зарабатывает от полумиллиона. Вот эти вот бабы. Должать... Все, что зарабатывают... Все остальные мужчины, которые зарабатывают меньше – это сброд, это бомжи. Настолько потребительские. Я не буду спать никогда с бомжом. 490 тысяч – все, это бомж. У меня вот аффирмация, я хожу, обнимаюсь деревом. Я реально продвигаюсь, у меня свой бизнес, у меня своя классная тачка. Я в нее сажусь, я там все время чистая, я ем хумус. Поэтому я успешная. Все остальное бомжи. Ты будет права, кстати. Давай сейчас закончим этот тяжелый разговор. Или я тебе с вертухи дам висок? Думаю над этим. Возможно, его жена вообще живет, в принципе, в ожидании того, куда бы ей уйти. И просто нет вариантов. То, что Оля от меня может уйти, даже мало верится, что такое может быть. Потому что это не... Да почему мало верится? Дети повзрослеют, уйдет. Она хорошо выглядит. А ты реально... Тебе все сказали, конечно, жесткую правду. Нужно было более-чуть вежливо. Ты не уделяешь своей женщине внимания, ни сил, ничего подобного. ...быстно ее характеру. Иоланта осталась в одиночестве доделывать... Я, как всегда, видимо, душню, короче, из-за чего-то там должно быть. Люди, наверное, приходят смотреть, что-то забавное. А я тут сижу, рассуждаю о жизни. И кому-то это вообще, наверное, не близко. Возможно, из-за этого у меня есть свои нюансы. А тем временем в Тамбове Оля вместе с временным мужем продолжала колесить по ресторанам. Прикольный вечер, скажи. Отлично. Хотела бы так с мужем ходить вот так куда-нибудь? Понимаешь, муж отказывается на все мои идеи. Я беру детей и делаю это все с детьми. Ты все что-то... Вот годик-другой возьмешь детей и просто уедешь подальше. Ты что-то отговор? Если ты что-то хочешь, бери и делай. Я в свое время... Вот мой друг Андрей, пожалуйста. Здоровый, красивый. Не хочешь приехать в Тамбов? Он сидит уже заряженный. Дело. Неужели Дмитрий не должен делать ничего? Мужчина, он должен действовать. Это жизнь твоя. Глава семьи не меняется. Ты хочешь сказать, что во всем этом это я... Я не хочу сказать, что ты виноват. Хочешь быть счастливой? Будь счастливой. Она ведет тебя, как 18-летняя телка. Хочешь быть пьяной? Будь пьяной. Ну, это, конечно, гораздо легче, чем счастливой быть. Виноват Дима. Дима не то. Пилочка, у которой муж козел. А тут еще фрукт. Я не считаю, что я много требую от мужа, потому что он мужчина. И он должен, должен. Ты точно замужем? Псих, кто-то что-то кому-то должен, а сам никогда не хочет делать. Ну, эта позиция тоже должен. Я у нас тоже сказал Богиня Шоппинга, что женщина должна выглядеть хорошо. Я не утверждал, что она быть должна. Потому что я видел комментарии, сразу такие пошли. Я говорил о том, что в моем понимании должна, это имелось в виду, что желательно, чтобы девушка, которая, считаю, себя уважает, себя любит, она должна за собой все равно ухаживать, находиться на себя время всегда. Независимо от обстоятельств. Ну, типа, где-то можно, конечно, проебаться, не найти на себя время, но потом такая, раз, 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 как бы, я девушка, я себя люблю, я должна, ну, если Бог, и мужчина должен то же самое. Ну, ладно, не должен, а, как бы, желательно. Рекомендация. Ну, все-все-все, яйки подкатаны, мохито налита. Спасибо. Он просто начал уделять мне внимание, которого уже давно я, ну, так не испытывала. Ну, тут мой номерок, вот это моя инста, как бы, да, Юрия Мышца, накачанный 2002, вот, пиши мне, хорошо? Себе-то хочется уже подышать. Потом наутро просыпается, под каждой фоткой лайк у нее, ну, чтобы точно заметила. Да? Понаду бережной можно пойти, поехать погулять. Да, вот такая река интересная. Уже хочется просто вырваться. Чистый поворот. Опа, попал, попал, популечки, ё-моё, блин. Поворота не ожидал никто. Под предлогом выйти на воздух, Оля под ручку сбежала с новым знакомым. Если есть желание, то я... Сейчас он так пальто раскроет, скажет, можно вот это, вот это выбирай. Хотел бы пригласить им сегодня погулять по Тамбову. Я хотела бы, конечно, посмотреть Тамбов, но не все от меня зависит. В данном случае все зависит как раз от тебя. У тебя муж и дети дома. То, что ты сейчас жена по обмену, ничего не значит. Думаю, можно это будет решить, договориться? Главное, желание. Попробуй. Мне было приятное его внимание. Предложил продолжить вечером. Наступил момент, когда я хочу чувствовать себя слабо. Я хрупкая, беззащитная. Пока новые знакомые мило беседовали, взволнованный Михаил отправился на поиски временной жены. Где моя Ольга? Я потерял её уже. Гена. Где моя Ольга? Она под охраной. Куда ушли с Геной? Уже запереживала у нас. Я уже думал, что случилось тут. Гена хороший друг мой. Начал катить к ней. А у Гены это получается отлично. Поэтому Оля поплыла. Сам того не подозревая, Михаил спас Ольгу от роковой ошибки и увёз домой. Наступил день смены правил, и в Москве Иоланта решила их озвучить с утра пораньше, пока дети спят. Динка, блин, ё-моё, блин, а? Чё-то проорит. Я узнала, что Дима связан, естественно, с химической промышленностью по работе. И решила сделать что-то, что ему будет более близко и доступно к пониманию. Да-да, поэтому все шампуни в одну банку смешала и сказала маме, что она химичка. Чеков купила все вот эти вот штучки и решила сделать смену правил именно в формате химических опытов. Я, в общем, посмотрела на то, как вы живёте с Ольгой. О, бразильская соль. И я сказала, что жизнь ваша очень скучная. Поэтому я хочу предложить тебе три правила, которые изменят вашу жизнь, и она не будет прежней. Давай, попробуем. Итак. Это первая дорога. Говорит о том, что ты будешь уделять семье. Это вторая дорога. Это говорит о том, что ты можешь убираться дома. И третья дорога, то что ты сведёшь меня в ресторан. Первое правило. Не отстраняйся от своей жены. По отдельности вы с Ольгой как совершенно две пассивные личности. Я предлагаю вам соединить ваши энергии вместе, чтобы чувства забралили. Я пойду на то, чтобы принять свои правила первое. Мне нравится, что ты уже видишь во мне партнёра. Второе правило. Ты забыл совсем, что у тебя дома женщина. Которую нужно баловать. Ну, хотя бы дарить цветы. Поэтому, если ты не поменяешь своего отношения к своей жене, может произойти просто... То есть тебе это горчицу в трусы на суглю, когда ты будешь спать. ...бержение вулкана. Я предоставлю тебе эту возможность. Дим, ты понимаешь, что ты зайдёшь? Ну, с детства мы тоже так прикалывались. По-моему, всё наглядно и понятно. Это особо подействовало, потому что ты видишь, как вращаются красивые цвета в угольки. Что сразу спроецировалось на отношения. Поэтому держись без конкурса. Я заметила, что вы слишком консервативные. Причём во всём. Поэтому я тебе предлагаю спустить в свою жизнь что-то совершенно новое. Посмотри, что будет происходить с вашей жизнью. О, салазовый цвет пошёл. Я готов меняться, опробовать что-то новое, что я до этого не делал. Я очень рада, что мы нашли компромисс. И вот оставшиеся дни мы можем работать как партнёры, улучшая вашу атмосферу в семье. Спасибо большое. В Тамбове Ольга тоже решила, что новые правила не для детских ушей. И готова озвучить их Михаилу тет-а-тет. Первое правило. Разрешайте мне с Геной гулять. Хотя бы через день. Три дня я жила по вашим правилам. Теперь наступило время эти правила менять. Ты во всём придерживаешься мнения своей жены Аланты. В разговоре с тобой, мне кажется, что я общаюсь с ней. А где же тогда твоё мнение? Я хочу, чтобы ты был с собой. Я услышал тебя. Согласен. Если я буду проявлять себя больше, да, то у нас просто будут дольше отношения с Аланой. Потому что в тот момент, как я растворюсь, в ней совсем я стану ей неинтересен. Так как вы очень много времени проводите вне дома, мне кажется, это немножко разобщает вашу семью. И поэтому мне бы хотелось, чтобы у вас был домашний день, который вы проводите всей семьёй дома. Давай, почему нет? Я принимаю это правило. И последнее моё правило. Не навязывайте свои привычки и свой взгляд на жизнь. Ну, они плохие такие, более-менее. Но ребёнок – это индивидуальность. Если я знаю, что моему ребёнку так лучше, значит, ну, я отец, я желаю ему только добра. Значит, ему будет так лучше. Если я считаю, что там какой-нибудь творожок неполезен по составу, значит, оно не полезно. Ты принимаешь это правило? Нет. Мы знаем, как лучше. Ну, ладно, если это касаться только еды будет, то ещё более-менее ок. Некоторые родители не спрашивают у своих детей, что ему интересно и что ему вообще на самом деле нужно. Для наших детей, конечно, это навязывание, но это не привычки, это навязывание своих знаний, опыта. И я отказался от этого правила вот так, потому что это просто бред какой-то. В отличие от Михаила, Дмитрий решил не противиться новым правилам и оставив детей с сестрой Ольги, повёл временную жену в чайную. Слушай, ну, честно, я... Потому что слышал, что чай дешёвый. Я очень удивлена, приятно удивлена. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Пили ли вы чай таким способом? Я нет. Это китайско-тайваньская традиция. Есть определённый символизм во всём этом. Вот эти чашечки, они символизируют небесное и мужское начало. Эти – женское и земное. Кипяток и потом чай впоследствии – это энергия ци, которая перетекает из мужского в женское, из неба в землю. Чуть я за землю не провалилась, когда мы пришли в чайный клуб. Место, которое, ну, действительно, мне кажется, было необходимо нам обоим после вот этих вот эмоциональных, скажем, дней. Спокойная атмосфера настроила Иоланту на дружеский лад, и она решила сменить генеральский тон на тихую беседу. Вообще, из чего у вас пошла вот эта тема бытовухи? И когда вы перестали проводить вот так вот время вместе? Наверное, какая-то чаша переполнена в её душе. Ну, ты думаешь, у неё есть какая-то обида или что? Обида есть, конечно, есть. У неё получается это так, знаешь, ненавязчиво, не открыто, но я чувствую, байкотирование. Байкотирование моих чувств. Безумно мне хочется там сейчас любви какой-то лаз. Она отдаляет просто. Она делает меня постоянно в чём-то виноватым. Все эти обиды, которые постоянно вспоминаются, они как якорь тормозят развитие наших полноценных отношений. Я вижу, что именно ты готов работать над этими отношениями, готов меняться сам. Я делаю вывод, что дело всё-таки в твоей жене, которая не, может быть, я не знаю, ей мудрости не хватает вывести вашу линию отношений во что-то. Так он её старше гораздо. У него должно быть больше мудрости. Он должен это понимать. Как-то интересное. Я очень поменялась. Но опять же, старше не значит умнее. Вот мнение первоначальное такое, да. Я вижу, что Дима очень дорожит отношениями. На самом деле, судить по возрасту, это как по росту людей расставлять. Какое-то ущемление происходит. Я считаю, что женщина должна помочь мужчине реализовать себе мужчину. Утро пятого дня. Так если он, то он сам не хочет. Вдруг, нежданного гостя. Привет. Красивые девушки, красивые. А Гена, ты вообще загорелся, я смотрю. Молодец, Гена, молодец. Твои цветы. Большие. Очень неожиданно. Классно выглядишь. Спасибо. Надо было по попке хлопнуть ещё. Видео Геннадия, это было неожиданно для меня. Если что, я осуждаю этот юмор. За это время. Такое себе. Подарили много цветов. Больше, чем я получала за последний год. Ну, может, и пять. Ну, может быть, за всю жизнь. Геннадий, вы будете кушать? Есть яблоки запрещенные. Ой-ой, как завелась. И так, и так. Гена в гости зашёл. Хотите? Хотим. Тебе очень хорошо в этом платье. Спасибо, это так домашнее. То есть, ты так дома ходишь? А у меня дома никто не ходит в таком платье. Нет, дома я хожу в коротких шортах. Ну, думаю, не менее привлекательно. Спасибо. Вы меня своими комплиментами, Геннадий, в краску угодите. Ой, Оля была многогранная реакция. Это голодная кошка. Это опасно. Не, ну факт. Он базу прогоняет сейчас. Она не получает того внимания от своего мужчины. И то есть, она всё равно же к нему шла навстречу. Она показалась нам это. Она надела платье. Она позвала его туда. И он мастер-шеф. Я понимаю, что мастер-шеф идеальной передачи. Но мужчина как бы всё равно же должен, как выразился автор этой фразы, кошка не должна быть голодная. Дима тоже в этом виноват. Он этот цветок-то не поливает. Тут уже надо задуматься Диме. Ну, какой там у них интим? Они четвером спят. Дети вновь начинают сказки и читают вместо того, чтобы обнимать свою жену. В философских размышлениях Миша пошёл укладывать Тихона на дневной сон. Как планируешь завтра провести? Ой, всё-таки оставил их один на один. Боже. День. Как муж распорядиться? А если я у мужа, например, попрошу с тобой увидеться? Да? В кино сходить. Заманчиваю предложение. Может, вместе поедем? Я с тобой? С Михаилом. Я же верная жена. Такой, я просто слышал в Москве, там люди разносторонние. Может быть, он не будет против? Понимаю, что если я скажу, да, Геннадий, ну давайте. А зачем? Мне это не надо. Мне это надо, но мне это надо с мужем. Проводив Геннадия, Ольга осталась дома с временной семьёй. А тем временем в Москве Дмитрий продолжал реализовывать новое. А теперь давайте немножко о Геннадии, да? Вот глядя на Геннадия-то, выражаясь языком, он-то, наверное, любит-то накормить и полить цветы. И, видимо, у него слишком большое сердце, а цветы и кошки не уживаются в таком количестве в одной квартире. Какое правило и пригласил Иоланту на... Какая ужасная аналогия, бля-а-а-а-а, без самого как-то даже неловко. Я могу, ну честно говоря, я могу так с друзьями, типа, поугарать, что-то ещё. Но на Ютубе, как бы, иногда мне страшно свои мысли выражать в таком формате. Потому что как-то многие воспринимают, опять же, на свой счёт, там, как-то, как так можно выражаться. Я люблю женщины, люди, я уважаю их взгляды, их понимание, там, и так далее. И, то есть, нет такого. Я просто, когда бывает, так, вкидываю какую-то там ерунду, там, не подумав, те, кто давно меня смотрит, такие уже, как на дружеском вайбе, типа, они поняли о чём, они даже этого не заметили. Чё-то я сегодня, видимо, просто недавно в комментариях посидел и такой, да. Век живи, век учись. Всё равно же дураком побрёшь. Сегодня я взял отгул, мы собрались и поехали в парк, чтобы провести вместе время. Как тебе вообще нравится здесь? Я обожаю вообще парки подобные. Мне очень нравится вот вся эта архитектура. Энергетика особая всегда в этом. Для гостей столицы вообще, на самом деле, это парк Царицыно. Я советую многим туда съездить, потому что у нас база есть, там, ВДНХ, Красная площадь и что-то там ещё, наверное. Я советую сходить всё-таки туда, особенно летом, летом там очень красиво. Зимой тоже, в целом, неплохо. Можно попасть ещё также в музей. Музей, ну, не прям вау, но в целом попасть в помещение, походить по… Это, конечно же, не Эрмитаж и, там, не Петергоф, но тоже Екатеринский дворец, который строился много лет и так и не построился. Очень интересно походить, посмотреть. В детстве просто водили кучу по многих мест, не ценил этого. А вот сейчас переоцениваю. В местах. Слушай, Дим, я первые дни думала, что ты просто такой неблагодарный муж. А сейчас что-то я так на тебя смотрю, что ты, ну, и сам такой инициативный. Что-то я… Стоило только накормить и в парк, да, выйти погулять. Так, выводу, что, наверное, тебе как бы скучновато. То, что быт этот нас затянул, вот тут, да, есть такое. Что-то буду менять в этом отношении. Мне нравится, на самом деле, что ты говоришь про себя. Вот ты правильную позицию выбираешь, это уже… Ну, что, если она двигается, ну, ловит он, да, сразу видно, в Москву приехала. Сколько же она зарабатывает-то? Как бы, ну, 50% успеха. Может быть, она даст какой-то посыл, я его возьму и еще больше сделаю с той маленькой искоркой, которую она даст. Я думаю, что единственный человек, который ее может побудить к этим изменениям, это ты. Вот это признание, что, ну, мне с тобой скучно, я думаю, что это, ну, тот самый импульс, который может поменять все в ваших… Ну, мало того, что это нужно признать, это нужно еще обсудить и найти решение вместе. Потому что отношения, я считаю, это недостаточно того, что люблю, не люблю, там, так далее. Это все, в принципе, в озвучивании и решении вопросов. Просто даже некоторые озвучивают такие мысли, где вторая половинка, ну, не воспринимает эту фразу, она просто не… Для нее это неуемлемо, для ее мировоззрения. Не обязательно сразу это, типа, когда человек тебе признает, не обязательно это признание сразу отталкивать. Его нужно послушать, принять, почему, как. Я понимаю, для кого-то это база, кому-то это вообще неинтересно. Ну, взаимоотношения людей, тем более в отношениях, в долгих отношениях, это непростая вещь. Я думаю, у нас получится. По крайней мере, я в это верю. Ну, я тоже. Пойдемте, ребят. Пойдемте, потихоньку, ребят, уже замерзли все, пойдемте. Я чувствовала такую вот досаду в его голосе. Диме с ней скучно, он хотя бы сейчас может себе в этом признать. Дима хороший пи***бол, как по мне, потому что мы видели, как он, сидя на диване, даже не рыпался по ее просьбе. Он просто так долго на коленях полз, что стер и лежит такой уставший, отдыхает. Продолжается семейный день. Можно? Да, зайди. Стучаться надо. Устал? Я просто хочу, чтобы иногда меня просто никто... Не трогал. Да, я хочу... Остались по полу. Да, ну, конечно, куча людей думают. Никто не сеет, не понимают. У меня тоже иногда наступает такая усталость. Вот мне хочется погулять где-нибудь на набережной. Такая как физическая, как моральная. Вроде ты все делаешь, все вертится, все крутится, энергия тратится. Но кто знает, что в моей душе творится? Ну, и Дима, получается, не дает тебе внимания. Понимаешь, я сначала вот ждала от него, потом я это просила так намеками, да, хитростью какой-то. Потом я начала требовать, а потом мне уже стало все равно. И ладно. Потому что бесполезно. И что хочу сказать, как, на самом деле, повезло этой паре, что они обменялись парами. Потому что, заметьте, высказываются и проблемы только у одной пары из Москвы. А у других все нормально. То есть, независимо от того, что там вот это хомос, у них вся вот эта история, их это все полностью устраивает. У них отличная гармония. Они живут, так сказать, в сердце тамбово в виде грудной клетки женской. Это не к чему вообще, блядь, о чем я понесло. А у тех, смотри, они прямо говорят, говорят о своих проблемах. Они прямо изнутри все вытаскивают, вытаскивают. Как будто к психологу пришли. Вы тоже в чем-то похожи. Вы обе знаете, чего хотите. Вы обе можете взять, долго никого не просить, не унижаться, пойти сделать самим, да? Но мне, как мужчине, мне это неприятно. Я испытываю дискомфорт. И если я испытываю такой дискомфорт, да, то я думаю, что и Дима тоже. Да, я теперь понимаю. Каждый мужчина хочет, чтобы с ним была слабая женщина. Женщина не должна показывать силу. Че, блядь, за бред? Я с этим вообще полностью не согласен. Некоторые, может быть, мужчины для подтверждения самооценки, как бы это и нужно. Не знаю, там, ЧСВ свое погладить или что-то еще. Ну, вот, наверное, тот самый, наверное, вброс хуй. Хотелось, чтобы со мной была больше моя Иланочка, да, а не Илана Босс. Ну, видишь, как полезно. Вот, пожалуйста. И здесь проблемки появились у нас. Просто поварить. Потому что вот так вот, как мы с тобой, я с Димой уже давно не разговаривала. Спасибо, Тима, за разговор. Спасибо тебе. Это не очень было приятно. Мне тоже. Это было полезно. Ты делала, объявляюся. Я думаю, разговор был честный очень. Этот разговор был полезен для обоих. В разговоре с Мишей я действительно взглянула на себя иначе. Теперь я понимаю, что есть моменты, в которых я была неправа. Я понимаю, что Дима испытывал неприятные чувства, когда я укоряла его. Мне стыдно перед ним. Я извинюсь. Давай. Интересно, извините ли он перед тобой. Он тоже там наговорил-то. И в Москве Дмитрий не перестает удивлять временную жену. Ого, ничего себе. Ну, конечно, сижу, женщина, ты можно погулять и туда сходить. Это как история с любовницей. С любовницей куда угодно. Вот с женой своей, ой, с ней скучно. Она меня не понимает. Я учил твои все рекомендации. Быть не консерватором. Поэтому сегодня мы полетаем. Полетаем в этой аэродегиомической трубе. Круто! Это, конечно, идея очень креативная. Да? Но я боюсь. Честно. Ну ты что? Пока я не готова. Нет, но идея огонь. А ты не живешь? Боже, бояться, там точно не упадешь. Все, мы с Мирожей вместе. Валя, мы с тобой самые смелые. Я не пошла в аэродрубу. Ну, я просто забоялась, честно говоря. Мне страшно только из-за оценки надо остановиться. Я только из-за этого не хожу на какие-то мероприятия. Я рада, что он меня приятно удивлял за эти два дня. И я поняла, что в нем много еще сюрпризов. Которые мне бы хотелось, чтобы, конечно, были направлены на улучшение их с Ольгой семьи, укрепление этих отношений. Смотри. Спасибо большое. Круто. Вообще красавчик, ты так высоко летал. Ощущение обалденное, конечно. Такое ускорение, особенно когда резко идет поток воздуха вверх. Не, ну прикольно вообще. В Тамбове заключительный день проекта. Временная семья тоже проводит вместе. Хорошо вот так вот выбраться на природу, погулять. Ну что, как тебе неделя, Оль? Я, честно говоря, почувствовала себя прям вот. Почему? Потому что мы идем по полю, где сухостой и снег. Потому что как каникулы у меня были. Отдых от всего. От готовки, от стирки, уборки. Перезагрузка такая произошла. Я поняла, что надо ценить время и больше это время посвящать себе. Слушай, Оль, а как ты смотришь на то, чтобы оседлать коня? Я за. Чудесный день, чудесная погода, прогулка с всей семьей. Было очень приятно вот это единение с природой. Очень интересно было, конечно. Спасибо тебе за эту неделю. Она была полна жизни. Бурлящей, кипящей. Я счастлива. Счастлива, что я попала именно в вашу семью. Честно, да. Этот эксперимент... Я потом осталась. ...перевернул в мое сознание. Миша мне поставил мозги на место. Я поняла, что я реально очень много времени уже засиделась. Кажется, что ты надо менять. В Москве тоже решили подвести итоги недели. Я хочу тебя поблагодарить за все поведенные шесть дней. Я для себя... Вы не самое главное. Нужно не бояться что-то изменить, говорить правду, если что-то не устраивает категорически. Если ты, в общем, введешь это в традицию и будешь, ну, принимать вот такую инициативу на себя, я уверена, что это очень сплотит вашу семью. Самое главное, она изменит то отношение, которое сейчас случилось у нас с женой. Да, ну ты уже сделала немаленький шаг. Я тоже тебе хочу сказать спасибо. Я, конечно, очень оценила старания моего мужа, пересмотрела свое отношение к тому, что имею в целом. Но хочу сказать тебе спасибо. Вот эти вот последние два дня, на самом деле, для меня были очень приятными, потому что в нашей семье обычно я беру на себя инициативу организатора, и мне не хватает немножко вот этого, вот знаешь, мэйджика, неожиданности. Со стороны мужа. Да, да, да. Я бы хотела, чтобы в моих буднях этого было больше. То есть какой-то инициативы с его стороны. Я более позитивно стала смотреть на то, что имею. То есть мне пришло такое осознание, что мне очень повезло с мужем. То есть я сейчас понимаю, что очень много моментов, которые я там, ну, Миша, так предъявляю какие-то. Ну, это просто какая-то ерунда. Даже не стоит заострять на этом внимание. У меня уже прям вот сердце учащается, и я, конечно, очень хочу домой к детям, к мужу. Соскучилась очень сильно. Вот и все. Неделя удивительного эксперимента позади. Настало время семьям воссоединиться за круглым столом. Привет! Ой, ну я рад, что у обои цветы есть. А то обычно приходит мне все время неловко, когда один дарит, а второй такой. Привет! Мы там неделю не виделись. Просто ты жила в другой стране, в другом доме. Вот так рада. Мастеринка доволен. Здорово. Миша, очень приятно. Оля и Лана. Очень приятно. Как вы прожили эту неделю? Первые дни для меня были очень сложными, потому что Дима наезжал за ним эту посуду, требовал еды. У меня сложилось в первые дни ощущение, что Оля бесхребетное существо, которое затиранил муж. Потом моя картинка немножко поменялась. А на самом деле стерва-стерва? Ну нет, на самом деле ты просто не ангел. Дима, ну скажи честно, что ты тоже сидишь, мнешься? Мне скучно, Ольге скучно. Так не должно быть в семье. Поэтому ты меня не будешь в компанию с твоими друзьями. Ты, наверное, боишься, что я так же, как и тебе, не буду им... У меня просто разница у вас слишком большая, поэтому я думаю, тебе будет скучно. А мне потом скучно. Интересно? Он ревнует просто. Да нет, он не ревнует. Вот даже перед Геной, который подарил мне цветы, буду ходить в платье в коротком, он не будет ревновать. Кто такой Гена? Гена, это мой новый поклонник. Видите? Ему просто... Вот Гена, Вася, Петя. Потому что я никуда не денусь. Я же его жена, я мать сама. Это ты сама так поставила? Конечно, я во всем на этом. Ты даже сейчас сидишь, вместо поддержки, ты своему мужику просто сидишь его и вот так вот получаешь. Ты просто все рубишь на корню. Такое ощущение, что... Так а что она должна... Я не знаю, что она должна говорить. Ты, ну, типа, выслушал бы две позиции, потом бы делала выводы. Ты выслушала только одного. Он рассказал, какой он пушистый, весь хороший, какой он молодец. От нее-то ты слова-то вообще даже не услышал ничего. Она просто возмущается тем, что, ну, типа, факт, правда, блядь, что есть в жизни. Я тут такая стела, такая прям мужа своего. А ты своего мужа. То же самое. Когда я общалась с Мишей, мне показалось, что он часто твоими фразами изъясняется, твоим мнением. Постоянно это Иоланта, Иоланта, Иоланта. Что тебя не устраивает? Может, ты наконец-то признаешься Иоланте? А я хочу, чтобы она была просто мягче, чтобы она была иногда больше женственной. Ну, во-первых, Миша. Во-первых, нет, Миша, понимаешь? Ой, сейчас она какую-нибудь опять практику примет. Вот давай я буду более мягче. Если, ну, ты меня будешь больше слушаться. Есть моменты, которые, конечно, в нашем быту кажутся мне совершенно повседневными, обычными. А оказывается, что это действительно очень ценно. И уж я-то точно иногда... Причем плюс Иоланта, точнее, может быть, и козырь самый главный, она умеет договариваться такая вся. Давай, ты вот это сделаешь, а я сделаю вот это. И все равно она свою выгоду везде найдет. Мухи слона делаю. А я понял за время проекта, ну, действительно, то, о чем раньше думал, и говорили мы с тобой, что больше о проявлении себя как инициатора. Потому что, ну, все это в нашей семье на тебе лежит, и мне на самом деле хочется больше все это самому делать. Я самая счастливая женщина. Мне, конечно, в некоторых моментах стыдно, в некоторых хочется извиниться. Я понимаю, что тебе со мной скучно, тебе было интереснее с Иоланта общаться. Я осознаю, если продолжатся так наши отношения, то будут появляться некие Геннадии с цветами. Но это мне очень не хотелось. Я много... Не только Геннадии, но Андрей, Федор, Женя, Ильдар. Изменить, меняться, пойти на встречу. Самое главное, готова ли ты протянуть мне руку в этом отношении? Естественно, я хочу, чтобы мы эту семью сохранили и были друг другу, не только соседями. Мы с тобой муж и жена, супруги, единое целое. Месяц спустя мы решили навестить наших героев, чтобы посмотреть, как изменилась их жизнь после проекта. Муж такой, ну, я досмотрел весь сезон «Мастер-шефа». В целом очень понравилось, классно, а чё же... Не знаю, Аман здесь разве? Улангауэр мы застали дома в полном составе. Мальчики, давайте уже покушаем, уже все остывает. После проекта Илана пересмотрела свою позицию по отношению к мясу. Ну, правда, в нашем доме... Я не помню, у него что-то же она была на 4-х сваливках или нет. Поэтому меня дома всегда ждет ужин вкусный. Курочка у нас сегодня. Специально сделала вам в прикольном соусе из масла авокадо. Приятного аппетита! Я пересмотрела свое поведение. В общем, стала знать, наверное, границы и меры. Больше стала давать инициативы своему супругу. И, кстати, очень быстро после этого стала пожинать плоды, потому что Михаил организовал... Да, вратарь себя херовый. Не надо идти в Апшу. Очень крутую поездку в Сочи. Ну, в общем, это было очень приятно и неожиданно. У тебя есть похожие? Тихон отгадал мою карту. И поэтому Тихону два очка, я одно очко, все остальные два очка. Мы с ребенком играем. Ну, в общем, мы стали, мне кажется, больше стынить наши отношения, нашу близость, потому что на примере вот ребят, да, мы поняли, что у нас, ну, не знаю, просто все великолепно и стоит просто больше друг другу прислушиваться и давать реализоваться друг другу в наших отношениях. А как изменилась жизнь в семье Смирновых из Москвы? После проекта я решила немножко отстраниться от бытовухи и пойти на... Списалась с Геннадием и уехала в Испанию, как и хотела в начале передачи. С ораторского мастерства для того, чтобы чувствовать себя уверенно и Дима меня в этом поддерживает. От топота копыт, от топота копыт от топота копыт при попали улетит. Ну, короче, вместо Геннадия у него теперь пробка во рту. В целом, тоже неплохая замена. Ну, как бы лучше, чем ничего. Учили тоже много сделал выводов. Проект помог разобраться с одним собой. То, что я сделал неправильно. Мы стали больше времени проводить умею. Этот ролик будет назвать «Променяла мужа на пробку, бля». И никто не поймет, пока не досмотрит до этого момента. Чаще оставляем детей и убегаем. Да, детей оставили. Где? В подъезде, блядь? Куда? Ну, что, ребятки, родители пойдут? Да, вы уже взрослые, ребятки. Уведите себя хорошо, вести себя хорошо, быть на связи пока. Я считаю, это бесценно. Бесценно провести небольшое количество времени вместе. Ну, лучше побольше. Ну, лучше побольше, да. Ну, мы к этому идем. Должны выходные провести не возле телевизора, а активно. Будем делать все, чтобы это получилось. Я понял одно, что в жизни нет мелочей вообще. Все важно, и не нужно забывать. Я могу сказать, что мелочи важны. Об этих мелочах. На них стоит все самое великое, ну, что могу сказать. Илана осталась по-прежнему замужем за Павлом, или как его, я не помню, как его звали. В общем, все, значит, у них хорошо в семье, все гармонично, там, и так далее. Жалко, конечно же, другая семья не участвовала в четверых свадьбах, было бы интересно тоже бы глянуть на них. Интересная их судьба, на самом деле. Короче, выпуск получился достаточно душевный для меня, мне понравилось, я рожден спокойно, без какого-то, либо кринжа, где-то, может, смешно, где-то вообще не смешно. В целом, просто делаешь какие-то свои выводы, наблюдая над людьми, и чужих ошибок, конечно, мы же не учимся, а то учимся только на своих, но чужой опыт перенять тоже неплохо бы. В общем, самое главное, говорите друг другу, слышите друг друга, наслаждайтесь друг другом, и все будет у вас хорошо. Спасибо за просмотр, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok